Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас стартует, наверное, уже второй сезон передачи и традиционно в начале нового года мы подводим итоги года уходящего. У нас в гостях Владимир Уразов, инспектор управления госавтоинспекцией России по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте, Валерий! Ну, наверное, 2023 год. Основные его показатели – это аварийность на дорогах. Вот какая она, какие цифры, статистики? У нас за 2023 год, то есть из тех же период, у нас произошел небольшой рост количества ДТП на 9%, а в цифрах это примерно 1500 ДТП всего произошло с причинением вреда здоровью гражданам, в которых 166 человек погибли и более 2000 человек получили ранения различной степени тяжести. А если разбить все эти аварии, скажем так, на статистику и, может быть, вычислить, какой из сезонов произошло больше всего, травматизмов, какой из дней недели больше всего, то есть вычислить, скажем так, самый опасный день и самое опасное время, получится ли у нас так сделать? Да, несомненно, у нас, получается, ведется такой анализ, то есть, чтобы как-то усиливать проблемные участки дороги, да, чтобы выставлять побольше нарядов у инспекторов ДПС. У нас наиболее аварийными днями недели и по времени суток аварийность распределилась следующим образом. По времени у нас с 4 до 7 дня, сам аварийный период времени, за этот период произошло более 2000 ДТП, в том числе с причинением материального ущерба автовладельца. Вот, аварийными днями, это, соответственно, получилось у нас по анализу понедельник, вторник и пятница. Но это касается областного центра, да, то есть города Рязани. Если мы берем сельскую местность, то там немножко показатели другие. Аварийным периодом времени является с 11 часов до 14 часов дня, то есть пришлось более... 900 ДТП, вот, а наиболее аварийными днями недели являются пятница, суббота и воскресенье. Ну, в принципе, это обуславится тем, что возрастает количество автомобилей, водителей на автомобильной дороге, то есть это выходные и предвыходные дни. Если говорить о причинах ДТП, то какие причины ДТП, что привело к аварии? Смотрите, у нас получается по территории Рязанской области проходят три федеральные трассы. Это М5 «Урал», Р-22 «Каспий» и Р-132 «Золотое кольцо». На федеральных трассах у нас произошло 382 дорожно-транспортных происшествия, вот, в которых погибло 92 человека. И что является, если в процентном соотношении от всех погибших, да, в ДТП, это более 50%. Вот, и пострадали более 500 человек, получили травмы различной степени тяжести. Вот, ну и основными причинами ДТП на федеральных трассах является несоблюдение скоростного режима, в первую очередь, выезды водителей транспортных средств на полосу предназначены для встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги. По видам ДТП, да, какие наиболее частые виды ДТП уже в городских и сельских местностях, то ко всем тем, которые были на федеральных трассах, еще добавляется нарушение правил проездов пешеходных переходов, нарушение требований сигналов светофоров, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги. Ну и также стоит отметить то, что у нас наиболее частыми основными видами ДТП за 23-й год являются столкновения и наезды на пешеходов. Если говорить о процентном соотношении от всех ДТП, это получается 53% и 20% соответственно. Если говорить не о фиксации нарушений сотрудниками госавтоинспекции, а в городе есть комплексы фиксации правонарушений, какая статистика по ним? Сколько нарушений выявлено с помощью комплекса фото-видео фиксации? Смотрите, если мы рассматриваем те камеры, которые работают в автоматическом режиме, фото-видео фиксации административных правонарушений, они установлены как по городу, так и вообще по области в целом, то за 23-й год было выявлено более 2 миллионов административных правонарушений. Ну и самыми частыми все-таки является это превышение скоростного режима и соответственно это является основным причиной ДТП вообще в целом, в общем. Вот мы поговорили о ДТП, которые произошли по вине водителей, а если переключиться на другую категорию, на пешеходов, сколько ДТП произошло с ними? У нас по итогам 2023 года с участием пешеходов произошло 324 дорожных транспортных происшествий, в которых 41 человек, то есть пешеход погиб и более 300 пешеходов получили ранения различной степени тяжести. Статистику за прошлый год мы подвели, теперь, наверное, нужно поговорить о том, что будет в году грядущем, точнее уже наступившем. В силу вступают некоторые изменения в законе. Вот что за изменения в законе, чего ждать автолюбителям? Значит, ну наиболее такое, наверное, интересно, да, и это изменения в законодательстве, регулирующие использование снегоходов и квадроциклов. Данное изменение можно трактовать по разу, да, но все-таки у нас от 25 декабря 2023 года вступил в силу федеральный закон, который предусматривает возможность управления снегоходами и квадроциклами на основании водительских удостоверений категории А, Б, С и Д и под категории Б1. То есть, имея обычное водительское удостоверение, водитель может использовать снегоход или квадроцикл, но при этом должны соблюдаться определенные условия. Таким условием будет являться наличие договора аренды, проката или иного возмездного договора, предусматривающего временную передачу гражданину самоходной машины в управление, а также проведение лицом, кто представляет соответствующий прокат, инструктажа по управлению таким транспортным средством. То есть, по инструктаже должен, скажем так, предупредить водителя о том, как им управлять, да, то есть, и как обеспечить его безопасную эксплуатацию. Такой вопрос, который всегда интересует водителей при изменении в законодательстве. Какой штраф будет, если водитель попадется при несоблюдении какого-то из этих условий? Ну, тут, в принципе, те же самые административные санкции предусмотрены, как и для обычного водителя. То есть, если водитель забыл взять с собой водительское удостоверение, то предусмотрена ответственность по части 2 статьи 12.3 Кодекса об административных правонарушениях, где административная санкция предусматривает административный штраф в размере 500 рублей. Если водитель не имеет водительское удостоверение, да, и все-таки хочет воспользоваться данной самоходной машиной, там, с квадроциклом, либо снегоходом, то тоже штраф назначается в размере от 5000 до 15 тысяч, вот, по части 1 статьи 12.3 Кодекса об административных правонарушениях. Ну, и, соответственно, если повторно он садится за транспортное средство, лишенное права управления, да, то там уже санкции предусматривают штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательная работа на срок от 150 до 200 часов. И, насколько я знаю, существует еще одно такое важное изменение в законодательстве, и касается нового водительских удостоверений, как было в том году с удостоверением, которое истекали в 23-м, то же самое сейчас и на 24-й год принесено, правильно? Да, у нас основанием послужило постановление правительства от 23 декабря 2023 года, то есть, если срок российских водительских удостоверений истекает до 31 декабря 2025 года, их действие продлевается на 3 года. То есть, получается, водитель в данном случае, да, то есть, может управлять транспортным средством, да, не обращаясь в госавтоинспекцию, чтобы продлить водительское удостоверение, то есть, оно продлевается автоматически, получать новые или вносить изменения тоже, как бы, не предусматривает это законодательство. Новое водительское удостоверение он также может получить в обычном режиме, если пожелает, ну, то есть, пришел, воспользовался госуслугами и получил новое водительское удостоверение. Но все-таки есть такие исключения, когда водительское удостоверение нужно менять в любом случае, да, Это является изменением персональных данных водителя. Удостоверение пришло в негодность, и невозможно определить сведения из него, то есть фамилию прочитать или еще какие-то данные установочные. Удостоверение утеряно или похищено. Также если у владельца изменилось состояние здоровья и появились какие-то противопоказания к управлению транспортом, также необходимо будет заменить водительское удостоверение. Ну и таким не самым частым, но все-таки имеет место быть, это если удостоверение выдано на основании поддельных документов или с нарушением правил их выдачи. Владимир, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующий нас вопрос. Это была программа «Жизнь и дорога. Не переключайтесь». Дальше будет еще интереснее.